Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек, неимом и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира о Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Заканчивается неделя всех русских святых, сегодня последний день, завтра начинается новая неделя, в соответствии с тем Евангелием, которое будет читаться на воскресном богослужении. Неделя всех русских святых. Удивительная история, удивительная земля, удивительная и великая честь и огромнейшая ответственность. «Быть наследниками того сокровища, которое нам передали русские святые». Русская Церковь по количеству святых, откликнувшихся на Божий призыв, превосходит… Ну, наверное, ни в какой другой церкви нет столько святых, как в русской. Почему так получилось? Почему Бог, ведь мы знаем Его слова «не вы меня избрали, но я вас избрал», почему Он выбрал русский народ хранителем православия? Фактически, хранителем православия на земле сейчас в такой полной мере остаётся русская Церковь. По масштабу, по силе, по способности противостоять тому злу, которое тянет мир в апокалипсис. Греческая наша Мать-Церковь, от которой мы восприняли православие, держалась сколько можно, но и тут её сломили. Ну, поскольку она государственная, а государство, ну, им легко управлять через современные определённые технологии. Ну, в общем, теперь духовно уже не свободно. И даже Афон, даже те монастыри, в которых мы всегда черпали силу, пример благословения, даже они не смогли устоять, видимо, оказались, ну, в какой-то зависимости информационной, материальной, социальной. Они приняли раскольников и с ними соединились в нечестивом взаимоотношении. Русская православная Церковь. Почему Бог её избрал? Не за красоту русской земли и не за богатство недр. Это дары, которыми Бог наградил русский народ, но за то сокровище, которое русский народ захотел всем сердцем воспринять. «Кто мне, друг, приходи на Днепр креститься?» — сказал великий князь Владимир. И на его призыв откликнулись. И до сих пор человек, рождающийся на русской земле, наверное, в большей степени откликается на этот призыв. Однажды история такая случилась. Священник приехал отдыхать в Черногорию и заходит в лавочку, ну и вроде спрашивает какую-то мелочевку. Нам говорят, по-русски отвечают. Он так удивился, но значения не придал. Потом в другой раз заходит и что-то пытается спросить на каком-то ломаном английском. Он говорит, да мы вас понимаем, говорите по-русски. Он удивился. Как? Он вроде ничем себе не выдает. У него не написано, что он там русский. Он решил экспериментировать. Видит, приехали иностранцы, германцы, ну такие чопорные, такие выходят, важные, разговаривают, ну на немецком, на английском. Он тоже в них, в эту среду втиснулся и так подходит к прилавку. Ну и как бы, в общем, Гутен Морген и так далее. А ему говорят, да вы не утруждайтесь. Вы по-русски говорите, мы вас понимаем. Он говорит, как, как вы нас определяете, как вы понимаете, что я русский? Он говорит, да очень просто, у вас крестик на груди. И действительно, он потом стал наблюдать на пляже, за болгарами, румынами, крестики на груди. Носят сейчас в основном только русские. Почему Господь нам дал это сокровище? Видно, что-то разглядел в характере русского народа. Кротость, незлобие, открытость, способность любить врагов, не мстить, жажду познания духовного. Это же, ну, какой-то парадокс. Самый мирный народ, который никогда агрессию не проявлял для нападения, он всё время пребывает в состоянии защиты, в состоянии войны. Потому что всё время с одной, с запада, с востока пытаются занять и уничтожить, но не физически уничтожить народ, а уничтожить то сокровище, которое является душой народа. Вера, православие является душой народа. И мы являемся её хранительницей. На сегодняшний день Бог так устроил, что русская церковь, единственная на земле, является сейчас оплотом, защитой и охранением православия. В каком-то смысле это наша охранная грамота. Но потому что, если мы не удержим православие, как сказано в стихе Русь святая, «Храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Мы, живущие сейчас на земле, не удержим, то тогда и нет смысла в существовании физическом нашей страны, да и всего мира. Потому что мир Богом хранится только ради тех людей, которые находят через православие путь в его небесное царство. Это великая ответственность. И с нас будет очень строгий спрос. И Господь ожидает от нас святости. Святости реальной в поступках, в делах, в словах. Чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего, который на небесе. Русь когда-то называлась святою. Прилагательная, которым обозначаются всего два государства. Святой Израиль когда-то был и Святая Русь. Тогда, когда от простого крестьянина до великого князя идеалом, смыслом и целью жизни было достижение святости. И тогда слово «русский» единственное в своем роде, определяющее национальную принадлежность, является прилагательным к слову «христианин». Тогда это все завелось, и нам это все передано. Дай Бог, чтобы мы выполнили эту миссию, сохранили и передали нашим внукам и правнукам это бесценное сокровище православия, которым сохраняется этот мир. Помогай нам всем, Господь!